друзья всем привет начинаем наше предновогоднее путешествие у нас уже скоро новый год стоит у нас середина декабря уже у нас как видите нарядили и дыка ответе елочку поставили вокруг гололед но еще лежит снежок сегодня еще морозный день хороший такой минус 7 градусов завтра начинается у нас оттепель и на новый год будет тепло поэтому пока еще здесь снежок решил прогуляться для вас поснимать предновогодние путешествия сейчас выдвигаемся с вами на электричку и поедем на станцию глубокую во дворах у нас видите гололед ну и снежок лежит машины видите как покрыты льдом вчера шел ледяной дождь полдня и весь вечер часов в одиннадцать не наступил опять мороз минус один и опять стало замерзать эти какой лед друзья бегу бегу на электричку очень скользко у нас уже через восемь минут друзья мои вот мы на полустанке все покрыто льдом дорога эти заснежена электрички три минуты будем ждать приехала наша электричка позади 3 а так новая будет садиться сели мы в новую хорошую электричку ведь показывают на улице 0 на 3 плюс 22 очень много увидите вокруг все красивая заснеженная первая станция нашего следования погорелого небольшой здесь такой поселочек ведь их вдалеке такие холмы тоже белый снегом покрытый ну через пару дней все это опять растает уже друзья мои заезжаем глубокий ведь уже пошел поселочек скоро будет у нас железнодорожная станция но он в основном виде такой одноэтажный конечно кому интересно друзья на канале есть видео летний осенний катался на велосипеде по этому поселку и конечно побольше поснимал сегодня нас конечно будет больше интересовать новогодний елка ну как украшена центральная площадь друзья мои вот мы в поселке глубоком смотрите здесь как красиво снежочек везде очень жалко что все это растает друзья мои следующие две недели и новый год будет плюсовая температура вот такой красивый hd вокзал убрано чистенько все мы сейчас с вами идем центр поселка раз будем переходить на ту сторону через надземный переход спирона почему-то вход на него закрыт приходится обходить но нам на целях безопасности скорее всего такие двухэтажные домики да здесь есть и 2 3 этажные и больше по моему тоже или 4 или 5 есть такой как микрорайончик ну и очень мало в основном конечно одноэтажный вот такой у нас открывается вид путепровода воздушного а вот сама станция такая конечно скользковато друзьям но мы не сдаемся друзья мои вот так вот выглядит вид сверху на поселок глубокий видите много людей здесь у них влево идет центральный рынок а центральная площадь там дальше пустились мы вниз на парковку эти пункт выдачи озон сдэк елочки возле них продают этот торговый комплекс рыночек мы идем вниз центральную площадь и парк очень скользко одну вроде более местами посыпано люди как пингвинчики ходят аккуратно выстроена центральную улицу эти далеки магнит пингвинчики а вот этот категория-пингвинчики ходят так как у нас все замерзла вчера все плавало это Видите, здесь елочки гирляндами украшены все, вечером красиво светится. Выходим на центральную площадь, здесь вот сцена, напротив дедушка Ленин. Видите, вон олени с санями запоряженными в них. Лед, конечно, со снегом под ногами хрустит. Елочка. Видите, следов очень много, люди вечером гуляют здесь, конечно. По крайней мере, пока и когда погода позволяет. Сейчас видите, такая погода, конечно, специфическая. Не, ну оно, в принципе, вроде, вот теперь идет, но после потом будет плюс-плюс-плюс, уже осадков нет. То есть, просто будет такая пасмурная, местами ясная погодка стоять. Так что, видите, в принципе, глубокие празднования Нового Года Атофуны. Снеговички. Здесь Дед Морозы. Ну, оно все украшено ярляндами и красиво светится. Конечно, сейчас вид не такой красивый, но пока вечером сюда приехать, поснимать возможности нет. Ну, может, выберемся, посмотрим. Сейчас гололед, снег, на велосипеде не приедешь, а транспорт у нас ходит здесь по Каменскому району довольно-таки специфически. Детская площадка. Мы сейчас с вами по парку немножко прогуляемся. Дело в том, что назад электричка через 15 минут, поэтому быстренько в центр посмотрим, как украшен. И будем выдвигаться в старую станицу. Детская площадка. Тоже спортивный комплекс какой-то. Ну, людей сейчас никого нет. Но погода, видите, какая. Гололед. Ну, в принципе, сейчас не так холодно. Камеру держу открытыми руками, но пока не тает еще. Видите, здесь такие вот мемориалы. Тихо, спокойно, ветра хорошо сегодня нет. Ну, что, друзья мои, вот так вот выглядит поселок глубокий предновогодний. Видите, елочка стоит, все украшено. Правда, жалко, конечно, что снег растает. В общем, по-глубокому заканчиваем наше путешествие. Выдвигаемся сейчас на электричку и будем ехать в старую станицу. Посмотрим тоже, как там центр украшенный. А так, конечно, хотелось бы вечером поснимать. Но если за неделю все растает и будет тепло, то вполне возможно, что льда не будет. Я на велосипеде тогда вечером приеду. Правда, снега не будет. Но все равно будет видно красивые иллюминации. Но будем надеяться. А так посмотрим, что оно получится. Передаем привет Санкт-Петербургу. Из пирожочной, из глубокой. Взяли пирожочки. Сейчас будем злоупотреблять, пока до электрички идти. Тут уже совсем чуть-чуть осталось. Друзья, в общем, запыхался, но успел я на электричку. Тут у них правила забавные. Оказывается, на электричку надо садиться через ЖД вокзал, проходить, короче говоря, этот, как он называется, рамку, просвечивать сумку. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем это. Потому что дальше на всех пунктах вообще ничего нет. И даже в Каменске ничего нет, потому что там нельзя обеспечить. Вот здесь у них такой, так сказать, огороженный вокзал. Здесь можно это обеспечить. Дальше по пути следования нигде этого нет. Зачем эта показуха? К чему? Зачем тратятся вот эти деньги на вот этот вот пропускный режим? Я не знаю. Ну, на самом вокзал, ладно. Но в электричку, с учетом, что дальше нигде не будет контроля, это просто глупо. Ну, не будем расстраиваться. В общем, я успел. Будем двигаться дальше. Ну что, друзья, мы приехали в старую станицу. За спиной у нас остался остановочный пункт, еще тридцать четвертый километр. Здесь вот уже у нас эти магазин народный. Сейчас мы с вами сюда забежим пить. Что-то хочу, да, что-нибудь подкреплюсь. И будем выдвигаться туда дальше, в станицу. Зайдем в центр станицы. Там отремонтировали парк, площадь неплохо. Так и попытаемся попасть в парк Лога, если он сегодня, конечно, не закрыт. Друзья мои, наконец-то добрались мы до центра станицы. Видите, вышло солнышко. Сразу он начало все таять. На дороге, видите, уже водичка бежит. А мы пришли вот в площадь, у них центральный парк такой тут сделали. В следующем году здесь должны будут посадить деревья. Потому что вот здесь вот везде, ну, как газон и земля. Сейчас, правда, видите, все в снегу. И люди ходят везде, где попало. Елочка такая вот красивая. Ну, короче, сделали вместо пустыря тут такой неплохой довольно-таки парка. Видите, вначале он, кстати, деревья посадили. Но они его поздно заканчивали, поэтому не успели посадить нужное количество деревьев везде. Вот только по периметру, видите, туйки посадили. И солнышко прям ярко-ярко светит. Ну что, друзья мои, будем выдвигаться дальше в парк Лого. Ну что, друзья мои, подошли мы к перекрестку с поворотом в парк Лого. Здесь тоже вон елочки эти красивые продают. Но мы последние года ставим, честно говоря, искусственные елочки. А какие елочки ставите вы, напишите в комментариях. Ну, мне, честно говоря, такие жалко. Хотя, конечно, от них и запах, и это. Правда, все потом в смоле, липкое. И иголки по всей квартире валяются. Поэтому, конечно, такое с удовольствием. Ну, здесь, видите, тоже ледок. Ну, я думаю, что он сейчас за пару дней это все растает. Потому что у нас опять начинается весна в середине зимы. Все ближе мы подходим к парку Лого. Здесь на открытом пространстве небольшой ветерок. Людей особо не видно. Не знаю, работает он сегодня или нет. По идее, суббота. У них же там кафешки, рестораны, бизнес, деньги. По идее, должен работать. Ну, пойдем посмотрим. Итак, друзья, вот мы и пришли к парку Лого. Уже на самом ходе стоим. Здесь я решил поснимать не на камеру, а на телефон. Закрепил его на стабилизатор. Подключил беспроводной микрофон. Видите, здесь свадьба собирается. Праздновать, гулять. А вот сам вход и сам парк у нас. Кстати, вы посмотрите, вот как снимать телефон. Ну, правда, стабилизация здесь сейчас у нас двойная. Снимаю, получается. На телефон вместе со стабилизатором. Трехосевой стабилизатор. Картинку стабилизирует. Тут, кстати, скользко. Даже на моих шипах. Я, правда, по дороге их какую-то часть потерял. Но дальше тут уже в парке вроде посыпано. И начинается капель. Потихонечку капает все. Да, скользко, друзья мои. Надо аккуратно ходить. Сейчас иду. Вот, засмотрелся в экран телефона. На телефон, конечно, чего интереснее снимать. Потому что большой экран. И видно всю картинку. Вот такой вот у нас зимний, заснеженный парк Лога. Центральная дорожка у нас посыпана. Все замечательно. Музыка, как всегда, играет. Людей не очень много. Ну, погода, погода, друзья мои. Но я планирую все-таки приехать сюда на следующие выходные. Если дождя там сильно не будет, оно подтает. Я думаю, что мы сможем сюда на велосипеде приехать. И посмотреть, как будет елочка огнями вечерними играть праздничными. Кстати, друзья мои, а кто из вас на Новый год собирается в парк Лога праздновать? Я думаю, что здесь будет какая-то программа. И, наверное, кафе, рестораны будут работать здесь. Жалко, что опять Новый год будет без снега. Но хотя, может, ветер изменится. И еще будет на нашей улице праздник, но это не точно. Так, друзья мои, сейчас я переключился на 4К, 30 кадров в секунду. И включился режим HDR 10 бит. Ну, видите, правда, 30 кадров чуть похоже. Но картинка, мне кажется, стала как-то посочнее, покрасочнее. И, кстати, более реалистичная к той, которую я действительно сейчас вижу. Ну, почему-то производитель на 60 кадрах не может обеспечить такую вот красоту. Вообще здорово, конечно, здесь. Кто еще, друзья мои, не бывал в парке, обязательно советую всем побывать. Ну, желательно, конечно, в теплое солнечное лето или весну. Ну, когда хорошая теплая погода стоит. Здесь очень много людей. И, кстати, планы по развитию парка тоже очень большие. Собираются тут прямо, ого-го, еще тут строить, строить, строить. Ну, будем стараться сюда приезжать и смотреть за его развитием. Ну, кстати, друзья, смотрите, сейчас переключился я на 1080 разрешение, ну, чуть поменьше. Похоже, ну, хотя, наверное, если на телефоне смотреть, разницы не вы заметите. Но в этом режиме, тут еще 80-60 кадров, он может снимать уже 10 бит. HDR. Ну, да, в этом режиме, конечно, картиночка посочнее. А это у нас пруды, где много рыбки летом. Ну, вроде рыба здесь и зимует. Они как-то эти водоемы подогревают, потихоньку кормят. Да, они, в принципе, здесь несколько метров глубиной местами. Ну, сейчас, честно говоря, рыбку не особо видно. А вон, гляньте, вдалеке лебеди. А вот, гляньте, черные лебеди у нас. Видите, у них подмерзла немножко водичка. Ну, сейчас растает опять все. А здесь, видите, у них пробитое есть место, где водичка. А на другой стороне, гляньте, у нас белый лебедь и серые гуси. Гляньте, с интересом смотрят на нас. А ну, давайте попробуем приблизить немножко. О, гляньте, какие красавцы. Вот мы с вами и пришли на центральную площадь. А здесь уже нас елочка встречает. Помните, мы здесь последний раз были на красивом фонтане на шоу светомузыкальном. Ну, сейчас понятно, что он не работает. Ну, зато ведь установили такую вот красавицу сюда на площадь. И, конечно же, Новый год здесь обязательно кто-то будет праздновать. Ну, и Рождество тоже. Ну, на Новый год мы сегодня попадем. Может, на Рождество, не знаю. Посмотрим, как оно будет. Ну, в общем, парк Лого к празднованию. Новый год готов. Конечно, вечером здесь будет гораздо красивее. Будут вот эти все гирлянды и иллюминации светиться. Но очень жалко, что весь этот снег к Новому году, друзья мои, растает. Подходим к летней веранде. Ну, видите, они ее затянули полиэтиленом и обогрев внутри сделали. Так что здесь тоже можно бронировать столики. Для празднования чего-либо. Ну, и, наверное, на Новый год. Ну, честно говоря, не знаю, какая здесь стоимость празднования Нового года. Ну, пока что, конечно, будет очень много корпоративов. Ну, не знаю. Мы даже сюда с завода не пытались звонить. Потому что здесь, наверное, все расписано на полгода вперед. Так, давайте посмотрим здесь, что у нас. Может, рыба будет видно, не? Нет, друзья мои, что-то рыбок совсем не видно. А вон кто-то сидит, кстати. Что-то празднует. А может, просто приехал вкусной кухни покушать. Вот здесь я был, ел. Неплохо готовят. Но тут кухня не такой большой выбор. Конечно, там дальше в Тетереве и в Боярине выбор гораздо побольше. А здесь у нас, знаете, пятнистые лани. Кстати, на зиму они шерсткой такой покрылись. Пушистой и темной. Сейчас попробую чуть-чуть приблизить. Много их здесь. Целый у них тут заказник-заповедник по разведению этих чудесных животных. Гляньте, а сюда они на зимовку вон барашков с горы переместили. И козочек каких-то. Раньше не было здесь этих вольеров. А может, новые какие-то, не знаю. Нет, это, наверное, какие-то новые. Гляньте, у них какие рога интересные. Я думал, это барашки сверху. А это у них какие-то новые животные в парке появились. Здесь возле фонтана, конечно, полный гололед. Вообще тут, конечно, да. Но там сейчас туда никто не ходит. Все, наверное, ходят чисто вот по центру. И, в принципе, ходят между кафешек. Да, друзья мои, напоминаю вам, что этот снег скоро растает. И в этом году, скорее всего, уже снега не будет. А только лишь уже в 24-м. И то, не знаю, до Рождества все время плюс, плюс, плюс. Ну, еще может все измениться. Мы в птичник заходим. Правда, сейчас в птичнике, конечно, никого уже нет. У всех где-то на зимовке прячутся. Я не знаю, куда они в какие-то помещения, наверное, переносят. Но атмосфера, конечно, здесь сказочная. Ну что, друзья мои, вся живность на зимовке. Даже белочки, только хвостик один там из их домиков видно. Это у нас ресторан Боярин. Да, все погрузилось в зимний сон. Кое-где только синички летают по деревьям. Да, и гололед, конечно, людей подраспугал. Так бы, наверное, кто-то в парк бы приехал. Хотя есть люди, но немного. Да, какой красивый и сказочный заснеженный парк Лога. Что-то никогда я сюда, друзья мои, не попадаю. Знаете, чтобы нормальная была прям зима. Вот это первый раз я так вот, чтобы более-менее снежок был. Да, последнее время что-то зима нас погодой совсем не радует. О, гляньте, самовар большой дымит. И гляньте, сколько дров лежит. Ждут гостей-посетителей. Ну, видите, что-то пока народу не так много. Ну, может, ближе к вечеру сейчас немножко подтает. Дорога-то на машинах приедет. Сюда-то все-таки больше люди на каком-то транспорте приезжают. Хотя и местные жители тоже со станицы, конечно, ходят. А это мы с вами уже пришли к ресторану Тетерев. Красота. Знаете, сувенирная лавка. И какие у нас тут возле нее дедушка с бабушкой. Друзья мои, здесь вот переключился на камеру. Немножко поснимаю на диджайку. И посмотрите, сравните качество картинки. И напишите обязательно, что все-таки снимает лучше, камера или телефон. Скоро, конечно, я надеюсь, до меня из Китая доедет диджай Покет 3. Но что-то почта наша не спешит везти посылку. А здесь, видите, какая русская печка. И фотографируется возле нее. Да, солнышко прям так сильно вышло, пригревает. Прямо тепло становится. Ну что, вот такой зимний парк Лога. Людей не особо много. Ну, скользко, скользко. Я, друзья мои, даже на шипах иду. Правда, уже половину растерял. Поэтому ноги скользят. Скользко, конечно. Поэтому и людей сегодня не так много в парке. Парк, конечно, красивый, чудесный. Ну что, друзья мои. Вот такая у нас сегодня получилась прогулка. Такая прекрасная сегодня солнечная погода. Жалко, что начинается, конечно, утепель. И все это растает. Ну вот, пока успел запечатлеть для вас. В средней неделе, конечно, стояла более лучшая. Такая прям зимняя погода. Снежок шел. Но мы же весь световой день работаем. Поэтому не получилось сюда выбраться. А вот только на выходной день. Ну, застал я снежок. Так, людей сегодня немного, напомню вам, потому что у нас гололед довольно-таки сильный. Вчера полдня шел дождь. Поэтому, видите, снег такой подтаявший и покрытый коркой льда. Но парк все равно чудесный и красивый. А льдом покрыты деревья, конечно, чудесно блестят на солнышке. Да, конечно, камера не может всю эту красоту передать. Но, друзья мои, приезжайте лично. Только подгадывайте момент, чтобы была хорошая погода. Или снежок, мороз. Ну, или уже тогда, туда ближе к весне, когда будет тепло и солнечно. На этом чудесном месте, моменте, друзья мои, будем заканчивать нашу сегодняшнюю прогулку, путешествие. Надеюсь, оно вам понравилось. Поэтому обязательно пишите ваши комментарии, делитесь видео. Ну, и подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Всем, как всегда, крепкого здоровья и мирного неба. Давайте, друзья, с наступающим Новым Годом. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok